всем привет 10 лет именно столько лет исполнилось компании айбаса когда она решила выпустить новый безукоризненный плеер dx200 и так давайте посмотрим на него поближе и узнаем действительно ли он так хорош я обожаю продукцию компании а сталин керн вот именно у них все по-богатому но тут бац и айбаса выдает настолько оригинальную красивую премиальную коробку своего нового dx200 что волей-неволей влюбляешься в плеер заочно коробка выполнена в разрезе и достается плеер как бы из ядра очень эффектно внутри нас ждет сам красавец проигрыватель отличные прочные кабели юсб тайп с spd фирменный кабель для прогрева кожаный чехол и документация опять хочу пойти к сталин керн и сравнить новенький айбаса 2x200 с их творениями уж настолько красивым и необычным получился dx200 что явно способен обскакать по дизайну своих одноклассников практически всю фронтальную часть занимает большой и качественный дисплей который идет с пленкой уже с завода нижняя часть представляет собой съемный заменяемый усилитель с тремя выходами линейный для наушников и балансным двух с половиной миллиметровым слева слот для карт памяти micro sd сверху гнездо spd usb type-c кнопка питания справа колесико регулировки громкости и кнопки управления воспроизведением на задней части красуется гравировка фирменного логотипа и надпись dx200 корпус сделан из высококачественного алюминия и отлично сидит в руке единственная пластиковая часть флеере это верхушка на спинке перед нами большой и серьезный hrs прыгатель который имеет начинку как у неплохих смартфонов и при этом играет как царь и понятное дело такое устройство не может иметь минимальный габарит и вес айбаса dx200 большой брутальный и накачанный дядька его не особо удобно носить в узких джинсах или шортах он греется при длительном прослушивании и довольно тяжел точно так же как и фио x7 и топовая астовым керн но при всех этих эргономических особенностях им очень удобно пользоваться все кнопки на удобных местах экран очень чувствительный управление интуитивно понятное и логичное можно спорить долго и нудно нужны ли такие мощи hrs проигрывателю но факт остается фактом перед нами устройство с 8 ядерным 64-битным процессором операционной системой android версии 6.0 двумя гигабайтами оперативной памяти накопителем 64 гигабайта и колоссальными аудио возможностями по классике доступна возможность использования плеера в роли цапа для компьютера первое что хочется отметить интерфейс просто летает это как заслуга железа так и референсного android 6.0 без каких-либо оболочек также доступен фирменный интерфейс мангов который вынесен отдельным приложением на главном экране последний достаточно простой и аскетичный справа у нас по свайпу вызывают аудио настройки слева сортировка по исполнителям альбомом и так далее но всевозможных настроек хватает порадовал действительно качественный дисплей с диагональю 4 2 дюйма и разрешением 1280 на 720 точек завода не стоит google play так что ограничиваемся тем что есть или скачиваем а пока например тот же google play music можно скачать и установить без проблем на заднике проигрывателя написано reference digital аудио плеер так и есть это техничный плеер который не делает звук таким каким ему хочется а передает четко таким какой он задумывался с завода можно долго говорить про чудеса сцены замечательные барабаны колокольчики настоящий избитый бас без утомляющей резины но просто хочется сказать что и баса dx200 идеален за свои деньги этот прорыватель всем своим существом напрашивается в компанию премиальных astel and kern и смело выходит с ними на один уровень только если у айбаса прайс отмечен на уровне 1000 долларов то подобное решение от более дорогих брендов будет стоить больше двух тысяч в этот раз я решил не размениваться на множество наушников а выбрал те которые я практически досконально изучил за последнее время рычей сел один керамик эти малыши вытворяют нашей голове просто невероятное но только с одним условием хороший источник и усилитель и как оказалось dx200 со стандартным усилительным элементом amp один хватает с головой для этих наушников носил опять мне динамика понравилось чуть больше и конечно сбитого мяса в референсе меньше но детализация потрясная в любых случаях за все это действие отвечает пара цапов где с 9028 pro sabre которые действительно работают на славу какие усилительные элементы стоят в сменном блоке непонятно но их вполне хватает для рычей с импендентом 150 ом и чувствительностью 89 децибел если сравнивать с конкурентами то я бы скорее всего смотрел на ассалон керн эти 320 пускай и разная подача на уровень схож а уровень цены разный улавливаете как не трудно догадаться но при такой начинке звуковой составляющей экране автономность будет не максимальной даже при том что внутри установлена батареи емкостью 4400 миллиампер часов у меня в среднем получилось 7 8 часов прослушивания музыки айбаса dx200 отличный бескомпромиссный референсный плеер на ос android который напичкан всевозможными плюшками имеет большой качественный дисплей связку с двух отличных сапов и с 9028 pro sabre и отличнейший дизайн и при всем при этом модель стоит гораздо дешевле своих конкурентов с таким оснащением послушать посмотреть и примерить наушники мы всегда можете в наших магазинах друзья спасибо за просмотр не забывайте о пальцах вверх и подписки на канал пока